привет как дела хорошо здравствуйте все сегодня 3 или 2 июля многие спрашивают куда пропала куда запропастилась некоторые пишут три дня нету ну не три дня больше а в этом слушайте а вы пишите где новые видео елена татата столько у меня видео старых я как-то прошла с божьим у меня такой вал видео там и просмотров мало вы почему вы не хотите посмотреть старые видео те которые вы не видели вот они даже гораздо интереснее и еще а я вам хотела что сказать вот мое мнение по всем популярным видео и других блогеров тоже иногда к некоторым захожу и нажимаю кнопку популярное видео да то есть те которых больше просмотров и смотрю а мне не интересно и вот я сейчас но иногда попадаю да имеет смысл то есть вот популярная правда ой да правда понятно почему все посмотрели или смешно или умная или или наоборот глупо как то так нормально но иногда просто эти популярные видео не знаю почему их отобрали а вот по моим популярным видео так мне кажется и делать нечего и не надо может туда и ходить популярные например как это у меня случилось на моем канале популярные видео были отобранные и до сих пор когда я сейчас подождите когда я получаю письма ну за ваши сообщения о тех кто посмотрел популярное видео пишет можем и рассказывает плохо и показывает плохо и камера дрожит туда-сюда и я уже как-то устала отвечать господи да поднимитесь вверх что вы смотрите популярные как получились популярные наверное они так и у многих блогеров тоже получается популярные когда начинаешь свой канал вот прямо вот с первого дня только только начал 10 человек посмотрели из них из них два по два раза или там больше посмотрели два и так она увеличить то есть вот прямо прерывается почему-то то на солнце может быть села батарейка так подождите я заехала специально развернуться парковки не найду пляжу выйти можете себе представить потому почему потому что 4 июля независимости будет послезавтра да получается да она на сегодня втором нет вторую сегодня ну да на на вторую сегодня а еще раз хочу сказать когда ты выпустил всего лишь пять видео их посмотрела 100 человек выпускает шестое видео какие популярные они ставят а программа ютюбовская ставит уже популярные сразу же прямо с первых видео конечно вот 6 видео у тебя есть в первый день ты 5 выпустил во второй день один какие самые популярные то есть те которые посмотрели получается первые пять понимаете вот и это сейчас будем пытаться повернуть гляньте сколько машин все вы все приехали на этот праздник короче говоря изначально программа ютюба ставит по и у вас такое будет тут выпустите вы 10 видео потом на следующий день в неделю выпустите еще 10 так вот первые 10 какие вы не выпустили самые поганые все равно за этот ютюб ютюб будет ставить их в популярном виде потому что только потому что их посмотрели больше человека почему больше посмотрели человек изначально потому что это ну ну поняли меня что не не сегодня чтобы новое видео посмотрели больше конечно то что было неделю назад и так а человек новый приходящий смотрит именно не смотрит про новые или старые видео или просто поочередно посмотреть а смотрит популярное находит слово популярные и нажимать кнопку популярные они уже они популярные только потому что они раньше были выпущены то есть старые таким образом иногда конечно популярные заходятся она заходятся ну скапливаются и новые видят так вот ну как мне повернуть они идут и идут и идут и идут бесконечно бесконечно а здесь нет промежуточной полосы так провалитесь о сейчас девочка остановилась вот молодец девочка вот спасибо вот и это и то есть они только потому что их раньше этот блогер записал не все конечно есть конечно которые запиши сейчас они по я не пойдут конечно популярные но очень много но прямо вот 50 процентов популярных видео это те которые снял раньше а ты раньше снимал заикался затыкивался ну в общем и вообще снял не то ну ну поняли меня короче говоря из популярные видео особенно не ходить куда вот я ой ну куда сюда наверно нельзя рассказывать когда занят на дороге сейчас могу припарковаться прямо где-то прямо злость берет ехать на платную ну туда и дальше и там сейчас деньги надо искать эти коинцы короче говоря посмотрите старый елена почему ты не снимаешь горит видео посмотри посмотрите старое видео я должна была ехать нет он проехал ну и ну тебя бессовестно ладно вот и там очень много снято и я не думаю что кто-то из вас найдется хоть один человек который посмотрел все видео ну нет конечно вы чё там их там их масса я их даже все не смотрю но иногда я пересматриваю иногда нет конечно я пересматриваю частенько потому что иногда то камера отгаснет это здесь знак а он стал бессовестный денечка здесь же знак вон бизнес только написано то есть этого здания принадлежит а я тетка остановилась будем ждать ну чё тебе давайте сейчас сейчас вот так отъезжаем и тетеньку обгоню впереди машина стала подождите вот вот это будет видео тоже что точно не популярная потому что потому что я кручу бесцельно и теряюсь все за им полиция стоит ну все на праздник общем мы готов полиции раз-два две машины только вам не видно справа ой машина на камнях это что имеется ввиду на камнях машина это чё имеется ввиду покупается американские флаги но на праздник поставили значит день независимости будет 4 июля послезавтра и его будут праздновать фаерворком фаер-фаер-ворк фаерверк фаерверк да как по-русски так ну вот если я здесь стану а вот так вот если стану меня тащит как вы думаете как у нас это стало уже не знаю тащит не тащит пойду сейчас искупаю здесь близко пляж а это ресторан впереди по моему слышите как у нас это одна из ларисок из моих говорит это встречаемся с ней но так вот на плазе где становиться нельзя но не на такое там не зато становится там знаки это то есть не можно только магазины принадлежащие ему парковка написано там еще не могли ну какие-то там бизнеса были а собираемся на полдня бросить машины и пойти гулять да или куда там на пляж и я подхожу она стоит около знака то его из зон написано но этот оттаскиваемая зона то есть и одну то оттаскивать то есть тащить машину на прицепе то есть имеется ввиду что вашу машину оттянут и она прямо на этом знаке ну да то есть но с машины как вот я сейчас сижу это самое повернут но с машины вот так вот вот тут вот вот тут стоит вот такенный вот перед ней вот такой здоровенный знак вкопанный прямо на ней а он еще такие большие они делаются знаете ну такие где-то ну где-то около метра на полметра вот такие вот и так не высоко он он прямо на глаза тебе вот так вот он этот знак ставится и значит и вот это ты вы его зона значит оттаскиваемое publi Cities что дальше дальше парковка есть и дальше парковка если она на него вот и это самое да и знак например вот здесь перед моей машиной да а здесь тоже парковка дальше слева слева справа до со всех сторон вот такarmis не стало и с боков туда подальше чтоб этого знака не видно было могла бы если бы отпущили машину могла бы что-то спаривать а где знак а где а там они ставятся же не на каждое парковочное место, а там, ну, на 20 парковочных мест, а знак где-то там в стороне, да, вот, могла бы что-то оспорить, она прямо ему в лоб, и вот мы ей говорим, что слушай, ну, ты же на знак, а какой знак, а что он означает, а что он, ну, а я не знаю, это после 7 лет жизни в Америке, вот такие у нас девчонки интересные, ну, ну, во-первых, девчонкам, правда, лет 65, но все равно не мальчишка же она, правда, вот, девчонка, так, вот это вот покажу мои эти ленте, держалочка у меня вот такая вот, да, вот это вот на боковом стеклышке, и вот такая держалочка на боковом, на лобовом стеклышке, на лобовом стеклышке так нагревается, что камера перестает работать, ну, здесь вот есть кнопка открыть-закрыть, да, вот так вот, вот, и это, так нагревается, что перестает работать, ну, и это, камера от солнца бьет в этот, ну, на же солнце сильно. Знаете, на пальме вот там эти вот. Где мой палец? Господи, где мой палец? Вы что, не видите моего пальца? А вот мой палец, мама родная. Вот там вот желтенький. Сейчас я выйду, вам покажу. А те семена. Ну, так что я хотела сказать. Муж, когда заправляет мою машину, ну, утром он там косты режет и это. И ездит свое там заправить, недалеко заправка. И мое. Говорит, тебе нужен газ. Газ это этот. Газолин это этот. Бензин, да? Мы учили сами это слово. Газ, но они говорят. Газ. Я говорю, да, нужен. И когда он едет, все время психует. И когда приезжает, говорит, ты можешь убрать эту штуку. У тебя, говорит, будет, если будет акцидент, ты разобьешь голову. Ну, то есть вот об эту вот штучку. Говорит, убери. Вот ему так не нравится. Потом стекло что-то нельзя открыть и так далее. Короче говоря, ему это не нравится. Ну, что поделаешь. Вот. Ведики требуют жертв. Все, пошли на улицу, а тут учи собираются. Так, пошли. Красивая кататься. Так, смотрите на этот. Закрываем машину. Посмотрите на машины. Значит, присоединяют флаги американские. День независимости. От кого независимости, спросите. От Англии. В каком году спросите меня? Не помню. Я когда это... Сейчас, подождите, как-то упакуюсь, пойду. Значит, да, это люди сами так вот, ну, делают. Флажки везде, в магазинах флажки. Я когда мы учились в этих английских школах, сейчас же все, ой, какая... Мне нравится такой Ниссан, да? Какой-то Ниссан классный. У меня была Ниссан Мурэна. Знаете, да, Ниссан... Ой, она мне нравилась, так машина. Классная. Две... Одна была в Лизинг. Мы ее потом, значит, продали. Потом была вторая. Все новые были Brand New. Brand. Brand New. То есть, новые. С нуля, так скажем. Ну, а это... Сейчас будем перебегать дорогу в неположенном месте. Вот так вот. Перебегаешь. И все. Что говорила? Машиной перебила сама себя. А, когда учились же вот английскому языку, да, все у меня спрашивают, что как вы тут учили, вот там научишься. Очень трудно здесь тоже его учить, понимаете, в том плане, что не русские преподаватели. Им особенно там не докажешь много. Ну, то есть, у них другая система и так далее. Ну, я как-нибудь об этом, по-моему, уже рассказывала. Ну, еще могу как-нибудь видео сделать подробно про школы. Здесь английские школы. А это... Для взрослых, да? Эдалтс. Эдалтс это эти, взрослые люди. Ну, и частные дома мы с вами проходим. Ну, вот это... Да, один номер, может быть, пока, может быть, на два хозяина. Не знаю. Не важно. Нет, похоже, на один номер. Не важно. Не знаю. про вот эти все праздники. Когда мы учили, ну, всякую ерунду. То астронавты вылетают. Там не конкретно по-исторически астронавты американские, а, например, что разрешение воздуха вверху такое-то. Эти слова, разрешение воздуха, когда ты только приехал, они тебе не нужны. Они тебе вообще никогда не пригодятся. Эти слова. А потом, когда ты будешь знать английский, ну, не базиковый, а позже. Ты вообще это разрешение воздуха можешь даже словами подобрать английскими, и тебя поймут. Понимаете? Надо же сначала, когда приехал, учить, как купить, как продать, как заплатить деньги, как открыть счет в банке, как взять, снять деньги, как положить в банк, как на работу устраиваться, ну, вот кому надо там, да, кому что. Как мужу сказать, я тебя люблю, или пошел вон. Тоже, тоже надо знать. А почему нет? То есть, вот такие простые слова, они учат, чему попало. Ну, и вот я, я тогда все время для собачек, для кошечек, вот этот, кулечки берешь, и какашки туда кладешь, и тут сюда выбрасываешь, там кулечки есть. Ну, я им, вы вот обращайте внимание, какие у нас чистые машины, какие грязные у вас, и какие у нас чистые. Круглый год. Потому что у нас говорят, а вы убираете дом сама, как вот дом такой большой брать, а как вот эта машина остается чистой, езжа, езжа по дорогам. Ой, так, и все машины чистые, надеюсь, вы обращайте внимание. Ну, так это, про что я говорила? Ой, а здесь же у меня такие шлюпки, не те шлюпки надела. Ну, ну ладно, пойду уже в них, не буду же возвращаться к машине. И вот я все время там хотела этим преподавателям сказать, давайте учить американскую историю. Ну, кое-что, мы там проходили про эту Civil War, про гражданскую войну. Ну, как вот, гляньте, сколько народу сегодня. Господи, не протолкнуться. Давайте учить, говорю. Сейчас, подождите. Я сегодня вообще не рассказчик. Видите, говорите, Лена, что ты не снимаешь? Я снимаю, а говорить я не умею, потому что я вот сейчас думаю, что куда мне упасть, чтобы было меньше народу. Терпеть не могу, когда много народу. Я отвыкла, как в России забиты эти пляжи. Ну, и я хотела, что давайте учить историю. то есть, учить английский язык, ну, какие-то исторические моменты, какие-то разгады. Вот. Ну, что-то мы там пробегали, особенно, когда начинаешь сдавать на гражданство американское. Ну, это ж позже. Гражданство-то через пять лет, извините меня. Вот. Экзамен. Или через четыре? Через четыре. Вот. Тогда, значит, да, ты учишь там вот этот, в каком году, независимость. И то, неподробно. Там такой, ну, буквально один, один параграф, и их безо всех этих. А в школе, когда учатся, то какие-то там китайские мудрости, пословицы, что китаец, сбросивший камень в чужой огород, или что-то в этом роде, сказал так-то. То какие-то старючие эти, там, хозяйка с хозяином, около очага сидят 300 лет назад, и называем этот очаг. Потом вот эти палки, которые там, значит, коптятся, это так-то, то есть старое название. Знаете, как вы сейчас, расскажи, как в древности жили русские люди, и эти слова, вот эти все, сарафан, кокошник, очаг, этот, как его, ну, который, чагунок-то, в котором варилось, вот чагунок, вот этот вот, вот, и все это назови, и застав американца учить этот рассказ, и переводить эти слова. Скажите, оно ему надо? Вот эти чугунки, очаг, потом, значит, печка вот эта вот русская, вот, ему эти слова совсем не нужны. Ему уже современный язык. Где лечь? Современный язык бытовой, прямо бытовуха. Вот, вот где лечь, я спросила, слышите, вот это бытовуха, вот это надо учить. Ну, вот тут, там этот сетка натянута. Ну, ладно, никто не играет пока. Вот, и я, это самое, и я вот это вот возмущало, меня страшно. Я думаю, ладно, если они не понимают, водоросли высохшие, если они не понимают, ну, то есть, если они не понимают, что учить надо, как я вам говорю, что взял банку с чем-то, и читай там этикетку. То есть, прижаренная так-то, соленая, не соленая, уже эти слова, они тебе помогут, да, вот, жареные или печеные, или вареные, или что-то. Поначалу, когда ты не знаешь ни слова, вот, уже это считаются бытовые слова. Но если вы, думаю, не хотите уже вот по этой бытовухе учить, научите рассказ, но только не 300-летней давности, как древние люди выбивали искру из камня. И вот все вот эти слова, вот эти палка-копалка, вот, ну, понимаете, вот это, ну, кошмар. и думаю, учите вы исторический Америку у нас, потому что все приехали, мы же в наших школах, говорят, у нас хорошее образование, не клепа вы про Америку не знаете, когда говоришь, Флорида, и говоришь, не понимают, когда, я говорю, около Кубы, все знают Кубу. Куба малюсенький полуостров, в три раза меньше остров-остров, в пять раз меньше, чем Флорида. Вот Флориду не знают, Кубу знают, только потому, что там ездили дружить с ними, вот, а потом бросили, как говорили. Как прерывается, не смогу, наверное, наснимать, прерывается на полусловие. Сбили птицу, как там, сбили на взлете. Только взлетаю, раз прерывается, не пойму, на батарея садится. Ну, так это, как говорил один студент, кубинский парень, в одной школе, когда узнал, о, русская, так еще, так это самое, то они обычно как-то не обращают внимания. Латиноамериканцы, ахайда и все, ну, как-то не концентрируют. Но мы же не завоевывали никакую эту Мексику или там Гватемалу, Гондурас, да, мы там не были, они не знают русских. А кубинцы, они знают исторически русских, понимаете, мы им дома понастроили с мусоропроводом, в которых они, говорят, замуровали, говорят, на второй день, их все это заделали. Потом воду, значит, они это самое, у них моют и вымывают на балкон сразу в воду туда, прямо с балкона. Когда полы моют, они с ведра моют полы. Не тряпкой со шваброй, кубинская хозяйка моет полы. Берет ведро, берет ведро и шугачит, хотелось сказать другое слово, шугачит, по полу выливает и стекает и этот, с балкона вода. Ну, вот такое вот у них там, знаете, но неважно, нищая страна, обнищавшая стала, но неважно, наш Хрущев съездил, этот самый, там этими башмаками постучал, но не про то. Так он мне говорит, что вы нас бросили, ну, бросили, то есть сделали, ну, сделали коммунистическую страну, окинули, вот они на это обижаются, представляете, люди. Ну, так а что я? Господи, про эту губу отошла. Нет, ну, я про то, что про образование солнца зашло, туча. Я про образование, про то, что нужно учить бытовым словам, с интернета, где найти, как название веб-сайта, вот спросить, на каком веб-сайте найти вас, на таком-то, напишите мне, пожалуйста, напишите мне на бумажечке название вашего магазина и веб-сайта, вот такие слова надо учить, а не те, которые являются в литературе описанием каких-то старых, значит, образов жизни каких-то китайцев, например. Очень много, там же вообще в Америке интернационально, они все время вот эти вот учебники, они делают интернационально, чтобы никого не обидеть, значит, про всех, про узкоглазых, переузкоглазых, про черных, желтых, все время делают эти рассказы, эти про нас, про, есть и про Россию, там был какой-то рассказ идиотский про Россию, совершенно не соответствует, я забыла про что там, каких-то товарищей приплели туда, как-то так было, ну не совсем он был политический, но был какой-то совершенно глупейший, вот, и они все время вот так вот, это самое, то есть берут, учат английскому не взрослых людей, не для того, чтобы их научить говорить, а так вот, ну чисто как, ну что-то немножко познавательное, вот, а немножко познавательное, того не понимают, что мы на своем языке, живя в своих странах, давно познавательное, это тоже мы это вот читали, краебуха слышали, что нельзя камни бросать в чужой огород, да не огород, а там как закрутят, знаете, то это ступеньки, ага, под ступенок слово, раз переводишь под ступенок, нафиг он нужен, если ты не знаешь, как сказать, здравствуйте, это стоит 20 долларов, или это скидка 20 долларов, если ты не знаешь, как спросить в магазине что-то, вот, да еще в магазине, еще ладно, когда... Пойду сейчас вам воду покажу, какая вода, гляньте, какая туча заходит, да, черненькая, ну не черненькая, но темно-синенькая, вот, ну здесь так, сейчас туча, через полчаса не туча, дождя, нет такого, чтобы он целый день был, но правда было, вот полмесяца назад, водичка классная, значит, температуру, говорю, не знаю по температуре, но, если вы ели, вот, суп, борщ, и тебе говорят, может подогреть еще, может быть, всего лишь теплый, до горшни, не, 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 хватит, то есть, не такой горячий борщ, суп, который можно, нельзя взять в рот, а вот, ну прямо горячая вода, понимаете, вот если в ванной кто-то сидит, и, так, это уже горячее, не надо добавлять воды, вот, вот такая вода, прямо сегодня, ну, замечательная, красота, правда, как хорошо, надо домой ехать, ну, сейчас немножко полежу, надо домой ехать, Хасбан ждет, мы вчера утром с ним лазили по пляжу, нажимаем кнопочку, переходим дорогу, загорелась, мигает, пошли всем стоять, так, пошли, да, так вот, какие у нас чистые машины, да, и это и в дождь, и это и в, хотелось сказать, в снег, снега нету, вот и не бывает, но я ему и в дождь, и во всякую, эту безобразную погоду, все равно у нас чисто, потому что, потому что Флорида, потому что чисто, и потому что Америка, вот, чему я очень рада, конечно, если, может быть, где-то на ферме, где лошадей и коров держат, может быть, там где-то кто-то на грузовичке ездит, там, конечно, наверное, пыль и все, и есть эти, пустыни в Америке, где-то в центре, там Невада, вот, возможно, ну, а так, у нас хорошо, я не могу все договаривать, я поняла теперь, что это падает, то есть, не падает, в смысле, прерывается у меня, написал этот телефон, стороч из Фул, стороч это запас, туда пойдем, или сюда пойдем, обходить пойдем, или по клумбам, например, пошли по клумбам, я русская, пошли, а что нам это, что, клумбу не перейду, что ли, вот так вот, сейчас, так, одна клумба, там еще вторую, надо перейти, валяйте, вот эти семена, видите, желтенькие, это с пальмы, ой, как они, вот под ними, ну, так хорошо, я вот, я всех обезьян понимаю, как им хорошо, видите, желтенькие эти, не буду нагинаться, потому что у меня сумка и ключи в руках, это, я всех обезьян понимаю, потому, почему они живут под пальмой, там так хорошо, ну, прямо аж чувствуешься,